Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей зеленой гостиной народная артистка Азербайджана, прима Большого театра, наша солистка Динара Алиева. И, конечно, если говорить сегодня о звездах Большого театра, то это имя первым должно приходить на ум, потому что Динара поет на самых разных сценах мира. Спасибо. Спасибо, что ты нашла время, что ты пришла в эту зеленую гостиную. Ты много рассказывал уже о своей судьбе, о родителе, есть много интервью, наверное, в интернете в доступе, но я нигде не услышала твоё самое первое воспоминание в жизни. С каких лет ты себя помнишь? Ой, ну, наверное, так сознательно, наверное, уже где-то с 5-6 лет, потому что какие-то, если там совсем маленький возраст брать, конечно, я уже так не помню. У меня просто сохранились записи с двухлетнего возраста, когда меня записывал мой родной брат, он на 11 лет меня старше, и они умерялись, видимо, с мамой, я ещё не разговаривала нормально в два года, но уже пела. И вот они записали меня тогда на магнитофон, значит, и я все эти песенки, какие-то там «Коля, Коля, Николаша», там, всё это «Каяся», там, вот. Ну вот, поэтому я оттуда помню, что я начинала петь уже с двух лет, не знаю ещё слов. Так рано начала петь, но всё-таки тебе отдали учиться фортепиано сначала. Да. Ну, у меня папа, он очень музыкальный человек был, он по образованию гример и потрясающе играл на рояле. Подбирал любую композицию, любую музыку из кинофильмов, и всегда у нас звучала в доме музыка, рояль, много собиралась гостей, соответственно, у него было большое желание. Вначале он хотел отдать брата, так как у нас большая разница, но у брата не сложилось с фортепиано. Как-то с педагогом не повезло. А уже вот дочка как-то более покорная, значит, будешь пианисткой. Ну, естественно, отдали меня в школу имени Бюль-Бюля. Это известный наш певец был Бюль-Бюль, его сын Пулат Бюль-Бюльевич. И на фортепиано в шесть лет. И хотел спросить тебя, когда ты впервые оказалась в театре? Ты помнишь такой первый поход, первый раз в театре? Или ты как-то особо не запомнилась? Дело в том, что у нас в Баку, значит, был театр оперы и балета, но вот как-то у меня не было такого похода именно в оперный театр. И я не скажу, что я себя с самого раннего детства там представляла какой-то оперной певицей, совсем нет. Просто так сложилось, что моя мама, она тоже хормейстер детского хора и плюс еще была режиссером детского театра. И вот я бесконечно с ней рядышком была, значит, на всех вот этих ее постановках сидела вот так вот, смотрела все это, себя впитывала. Потом школа, где бесконечно, значит, мама меня сопровождала и ставила всякие нам вот эти вот новогодние огоньки или как их там назвать, капустники, всякие номера музыкальные. Вот моя как бы жизнь была вот пропитана вот этой всей музыкой, песнями, но при этом в театр я не ходила оперный. Вот я не помню, что такое, у меня был такой поход какой-то вот в оперный театр. Какое-то яркое впечатление от какого-то художества? Всем нет. У меня вот яркое впечатление уже было уже позже, когда все-таки я поступила в консерваторию на вокальный факультет и уже начала как-то более серьезно этим заниматься. Потому что в период 13-14 лет, 15-16 лет меня так болтало, я хотела петь эстраду, я даже пела эстраду где-то около трех лет, я там занималась, хотела петь в ансамбле каком-то. У нас был известный ансамбль «Гая». И потом, значит, после собирали уже молодых. И я вот пришла в этот ансамбль, говорю, я хочу вот попробовать тоже. И руководитель ансамбля сказал, что девочка, у вас очень яркий тембр, вы не сможете петь в ансамбле, вам надо заняться академическим вокалом. В какой-то момент жизни ты сама решила, что тебе лучше быть певицей, чем заниматься на рояле. А насколько твои родители поддержали твой выбор? Мама очень хотела, чтобы, наверное, я была актрисой, певицей, потому что у нее как бы не сбылась ее мечта, она тоже хотела быть актрисой, даже поступила в ГИТИС, но не свершилось, родители не разрешили. Папа просто рано ушел из жизни, и он, к сожалению, не увидел всех моих побед. Но мое какое-то такое, начало моего становления было, но он все время мне говорил, что не бросаем музыкальную школу, у меня был такой момент, когда я хотела бросить фортепиано. Нет, не стоит тебе этого делать, ты мне потом скажешь спасибо, и я, в общем, говорю ему по сей день спасибо. И когда у нас открылся факультатив вокальный, и я на него как бы записалась, у меня не очень повезло с педагогом вот этот момент, вот, он мне все время только говорил, почему такие высокие ноты она берет, она сейчас сорвет голос, очень переживал. То есть он как-то, наверное, не осознавал того, что, наверное, что-то из меня все-таки получится, вот, но как-то он боялся, ну и, к сожалению, не увидел. Так оказалось, что это стало твоим призванием, а бабушка с дедушкой увидели твои успехи? Тоже нет, но они очень были рады, когда только вот я начала выступать где-то там еще в консерваторию, еще точнее в школе музыкальную часть, я привозила им какие-то записи, показывала, они все собирались, садились у телевизора и там, ну, плакали, их вот еще на это трогало. Они как-то очень этому были рады и, да, немножко они тоже взастали какое-то начало мое. А когда ты впервые услышала о Большом театре? Я всегда слышала о Большом театре, конечно. В доме были записи, наверное, да? Записи, я всегда смотрела потрясающие записи, там, Елену Абрасову, Ирину Архипову, там, Вишневскую, и слушала даже и в консерватории, там приходили какие-то записи, все естественное дело. Но, опять-таки, у меня, наверное, не было какой-то такой конкретной цели, что именно вот Большой театр. Конечно же, то, что произошло со мной в жизни для меня, это большой подарок судьбы, что я стала солисткой Большого театра. Но я... Была какая-то удивительная просто вещь с самого раннего детства, что вот, вот как я помню себя с шести лет, что я все время себе представляла какой-то вот важной персоной. Не знаю, кем, но, в общем-то, у меня вот слушала музыку, и мне казалось, что вот я вот, да, что со мной все здороваются, хотят со мной сфотографироваться. Но сейчас, когда с тобой все здороваются, хотят с тобой сфотографироваться, это не слишком утомительно оказалось? Нет, иногда, конечно, устаешь, когда ты там не в том каком-то виде, но я не настолько медийный человек, чтобы там меня все узнавали. Но бывают такие случаи, когда ты там не при макияже, может быть, с тобой хотят сфотографироваться в этот момент, но это... Я никогда не отказываю, потому что делать так нельзя. Я так поняла, что, в принципе, в Москву ты, может быть, во многом приехала даже в поисках хорошего педагога. Это первая была моя задача, да. Потому что вот я такой перфекционист, и после приезда Кабалье, после этой оценки, когда уже все стали понимать, что мне нужно этим делом заниматься абсолютно серьезно, я понимала, что мне не хватает вокальной техники, и я как бы вот за ней и поехала в Москву. Я знаю, что когда Кабалье тебя услышала в Баку, она очень впечатлилась и всем сказала, наверное, о высокой оценке твоего вокала. Но она тебе чем-то помогла в тот момент? Что-то она тебе подсказала? Или такого вот занятия как такового не было? Нет, занятия как такового не было, потому что это были ее эмоции и мои эмоции. Все там плакались, радовались этому событию, что она меня так, в общем-то, выделила. Она ничего даже не сказала по технике вообще. То есть она сказала, что просто мне нечего тебе сказать. Ты одарена как бы богом. Но это же дало стимул мне, как начинающей певице, идти дальше. И вот дальше вот началось стремление. Столько лет училась в Баку и музыкальная школа, и консерватория, и даже аспирантура, и все равно тебе потребовался педагог. И ты работала со Светланой Нестеренко, как я понимаю, 15 лет. Несмотря на то, что Кабале сказал, что ей нечего тебе сказать, а все-таки 15 лет вы работали. Над чем и как вы работали, если это, конечно, можно в таком формате нашей беседы, ну, хоть немножко рассказать. Ну, так как я закончила в Баку, Хуроман Касимова, это профессор, лауреат конкурса Мария Калас. У меня, благодаря ей, хотя бы она мне не испортила природу мою, потому что занятия, конечно, были, но они были не такие плодотворные, у нее было много учеников. Но я помню, что я очень много времени проводила у нее в классе. То есть я слушала, я очень много слушала, и что хочу посоветовать, наверное, молодым артистам, вокалистам. Вот, и понимала, что вот я слушаю Кабальевну, как она это делает? Как она это пианиссимо берет великолепное? Я хочу так же, но я пробовала, у меня не получалось. Соответственно, Светлана Григорьевна Нестеренко, она не певица была, и это важно. Она не показывала ничего голосом. Естественно, я не могла ничего скопировать, потому что в предыдущей педагогии это просто голос, и ты манеру снимаешь, а что дальше? Ты не понимаешь физику. Как это добиться? А Светлана Григорьевна, она как математика, как, я не знаю, какой-то научный предмет, просто объясняла, как строить этот звук, как сделать так, чтобы это было пиано, как подключить дыхание, которое у меня не было на тот момент, такого дыхания, которым я обладаю сегодня. И выстраивали мой репертуар, потому что, когда я приехала к Светлане Григорьевне, у меня репертуар был, ну, в общем-то, непонятный. Там он от Виолеты заканчивая Тоской, и там Трубадуром, 24 года. Там русскую музыку, которую она мне спросила, спойте Марфу, он так, ну, нос так не поют, он сказал, так русскую музыку не поют. Я говорю, а что делать? В общем-то, как бы я еще русскоговорящая, просто правильно поставлены слоги, и это все приходило с каждым месяцем, с годом. Первые мучительные были просто полгода, потому что она мне сказала, вы там у себя известная певица, здесь вы никто. Вы приехали сюда начинать сначала, вы на это готовы, я сказала, что готовы, но я же не понимала, что это такое. А это была одна ария, только одна ария, на которую мы строили голос. И ты этому посвятила довольно продолжительное время. И когда ко мне сегодня приходят и пишут очень много молодых артистов и студентов, которые хотят за 4 часа, за 2 часа что-то получить, я им объясняю, что это невозможно. Плюс еще, конечно, голова у артиста должна быть, потому что учеников у Слава Григорьевна тоже было много. Ну, а итальянский язык ты уже знала, да, когда приехала? Ты еще когда начала его учить? Нет, мы итальянский учили и в консерватории тоже, ну, какое-то базовое знание у меня было, но это тоже все пришло с опытом, с контрактами, коучи, которые присутствуют всегда на постановках, вот. Но твой переезд в Москву тебе дался легко? И дома это восприняли спокойно? Дело в том, что у меня в Москве уже много лет до меня уже жил брат. У него здесь была семья, и я как бы приехала уже здесь, был брат. Это было легче, конечно. Да, это было легче, но мне очень было трудно в самом начале, потому как все мои родственники, близкие сестры и все мои приближенные друзья, все остались в Баку. И как бы по сей день у меня нет подруги, нет друзей, да. У меня есть коллеги, у меня есть очень много знакомых, я со всеми в хороших отношениях, но у меня нет близких таких друзей, которые остались там. То есть, когда ты приезжаешь в Баку, у тебя это немножко другая жизнь. Да, я все время говорю, что когда я приезжаю в Баку, мое время останавливается, потому что я просто реально отдыхаю только там. Расслабляюсь и морально, и у меня появляется какой-то другой заряд энергии, позитива, и я просто полностью забываю про свою работу. Отключаешься. А как ты пришла в Большой театр? Это было прослушивание, кто тебя порекомендовал сюда, как это произошло? Да, это было прослушивание, которое мне организовала Лена Васильевна Образцова. Все, наверное, уже знают, что я с ней так тоже посчастливилась. Мне рядом было 10 лет. Это тоже удивительно, что, несмотря на разницу в возрасте, именно вы как-то не то что профессионально общались, а как люди подружились. Да, потрясающая была женщина, настолько теплая. Как ты говоришь, что у нее грани вроде бы я молодая, начинающая, и вот как она стирала эту грань, при этом держала дистанцию, но, наверное, как-то она почувствовала внутреннее мое состояние души. Я думаю, твою любовь к музыке, наверное, это тоже впечатлило. Твою готовность отдаваться этому. И думаю, что, находясь рядом с Еленой Васильевной, все равно очень многому учился даже в жизни, просто быть рядом с таким большим человеком. Да. И она тебе организовала? Да, она организовала прослушивание в Большой театр, ну, через Маквалов-Лимонну, Касрашвили, на Лиу. Вот, и я спела прослушивание. На исторической сцене ты вышла на историческую сцену? Ты первый раз тогда вышла на историческую сцену, или ты бывала на ней в концертах раньше? Нет, это было первый раз. Вот, в моей памяти как-то вот, я не помню, я спела прослушивание сразу на исторической сцене. Да, 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 да. Ну, это было, наверное, понять, как твой голос. Это же была не эта историческая сцена. А, была новая сцена. Это была новая сцена. Здесь был ремонт. Да, поэтому я как-то... Да, здесь был ремонт. Здесь был ремонт. 2010 год, да, наверное. Так что ты на новой сцене. Да, но потом перенесли эту постановку Турандот, и я спела с Маквалов-Лимонной Касрашвили тоже Лиу, уже на исторической сцене. Ну, значит, они не могли проверить, заполняет ли твой голос этот зал, а потом оказалось, что все-таки... Да, и я не сразу попала в штат, я была год уже приглашенной солисткой театра, а потом уже меня взяли в штат. Ну, так я тоже слышала в твоих интервью, что Лиу все-таки не твоя самая любимая партия, хотя с годами, может быть, ты ее больше полюбила, но не самая. Ну, я ее попела приличное время, и считаю, что это хорошая партия для начинающих певцов, потому что там три арии, и, в общем, ее все любят. Всегда публика воспринимает ее так тепло, больше иногда даже, чем Турандот. Но я вот как-то даже, учась еще в Бакинской консерватории, у нас была еще оперная студия, и когда мы начинали даже вот с моего репертуара, то есть я сразу начала с таких ми-ми, потом была там Леонора, то есть я даже мюзетту не пела у себя в Баку, а тут я спела мюзетту. Сейчас ты уже поешь ми-ми. У тебя вообще большой итальянский, конечно, репертуар, и прочитала, что травиату ты исполняла на разных сценах мира больше, чем 250 раз. Ну, если считать каждое мое исполнение, то да, да, это самая большая партия. Если 250 раз поешь партию, все-таки еще интересно ее петь, находишь ли еще новые краски? Как не сделать так, чтобы она не была какой-то замыленной, уже такой штамповый? Штамповый, точно. Но так как все-таки я максимально отдаюсь на сцене, поэтому, наверное, каждый раз что-то новое. Конечно, есть определенные моменты, которые они стабильны уже настолько, что партия впета, и ты уже просто ночью разбуди, и ты будешь петь уже, наверное, среди ночи. Но какие-то эмоциональные моменты, они с возрастом меняются, и отношение к партии. Ну, Виолетта, это, наверное, уже такая партия, с которой, наверное, уже скоро надо расставаться. Если 250 раз ты пела, и, наверное, в самых разных постановках, вот в прошлые времена, в 19 веке, артист, если выучил партию, это была его партия. Он мог очень быстро вводиться в любой спектакль. Как Печковский там пел Германа, всегда он пел Германа, и все. Как твоя Виолетта меняется в разных постановках? Бывает ли, что она совершенно как-то иначе чувствует и существует на сцене? Конечно, это все зависит от постановки. Сегодня вот такой век режиссеров. И когда ты приезжаешь в театр, и там Виолетта в брюках, и валяется на вокзале, у меня была такая постановка во Франкфурте, в какой-то там шапке непонятной, и, в общем, все меняется характер, меняется физика, естественно, ты уже не можешь играть эту куртизанку, как, например, у нас в театре поставлена постановка, ты перевоплощаешься в другой образ. Ну, а вокально ты максимально делаешь то, что как бы ты уже уможешь. Вот, но вот артист, тема артиста, что он должен как-то поменяться. А ты быстро учишь? Ведь надо очень много, мне кажется. Ну, мне вообще кажется, что я не представляю, как люди это делают, потому что нужно и вокально, и все, что на сцене делаешь физически, все это нужно освоить, еще присвоить, чтобы это выглядело естественно, легко и было твоим. Учу максимально быстро. Бывали такие случаи, что там приходится партию где-то за две недели собрать. Но это быстро, да. Но это как бы получается, когда только ты на эту партию тратишь время, ты можешь за две недели выучить там большую партию, там, ну, Тоску, например. Но так как у меня много репертуара, и еще помимо, значит, оперных спектаклей, еще и дисконцертные какие-то мои программы, соответственно, все вперемешку. Иногда просто каша в голове какая-то. Ты же не понимаешь, это только что Мазепа была, сейчас надо Адриэну, а тут еще Тоска. А это моя концертместер вечер. Как ты запоминаешь этот текст? И каждый раз у нас одна и та же с ней тема, когда я говорю, Любовь Анатольевна, она со мной тоже уже 15 лет, Любовь Анатольевна Венжик, она заслуженная артистка России, она работала с Светлана Григорьевна Нестеренко. Естественно, вот как бы мы с ней начинали, мы с ней продолжили. И уже после кончины Светланы Григорьевны мы с ней продолжаем работать вместе. Мы с ней делаем партии, мы с ней готовимся к концертам, у нас там сольные программы. А я видела, что и в концертах она твой концертместер. Да, да. И вот как раз я каждый раз к ней говорю, ну, Люба, естественно, я говорю, Люба, я не помню эту партию, надо повторить. Она говорит, ну, слушай, ну, сейчас я приду, за час мы все вспомним. Я говорю, у меня каждый раз какое-то сомнение, она уже как бы знает меня больше, чем я себя. Вот этот человек важен тебе, с которым ты проходишь партию, твой концертместер, и который может немножко тебя все равно услышать со стороны? Или ты сама про себя, в принципе-то, все понимаешь? Очень важно, но она никогда не лезет в основном в вокальные мои какие-то технические моменты. Вот. У нас столько, что касаемо, в общем-то, фразы музыкальной. То есть она даже и в музыкальную фразу иногда не вмешивается, потому что она, ну, как бы она считает, что я такой музыкальный человек, и что мне лучше не мешать, потому что у меня своя какая-то интерпретация уже. Вот. Но это все равно важно, что есть свой концертместер, которому ты доверяешь. Ты можешь быть в плохом настроении, без голоса. Ты же не всегда в форме, да? Соответственно, в таком режиме и в тон-стопе. И вот свой человек. Она приходит ко мне домой, мы как бы занимаемся, и это мне комфортно. И нужен такой диалог. Абсолютно. Когда ты работаешь в репертуарном театре, конечно, есть спектакли, куда ты вводишься, они уже существуют, идут в репертуаре, а есть спектакли, которые ставятся, как сейчас, скажем, Адриана Ли Коврер, и идут репетиции. В принципе, тебе нравится репетиционный процесс? Или ты бы предпочла входить уже в готовый спектакль, не тратить даже время на эти взаимные поиски с режиссером, сделать быстрее партию, исполнить ее вокально, ну и сыграть, конечно, но не тратить столько времени на процесс подготовки? Или тебе доставляет удовольствие этот поиск? Ну, вот как-то вот с возрастом ты уже хочешь максимально меньше участвовать в постановочном периоде, потому что это забирает очень много времени и утомляет. Но это все зависит от режиссера, в частности, потому что в основном репетиции в большей степени начинаются с режиссером. И если в данном случае, вот сейчас мы ставим Адриану Ли Коврер, и это Евгений Александрович, да, я вам хочу сказать, что репетиции с ним удивительно проходят очень быстро. И мне очень интересно, потому как я тоже опытный человек, и когда режиссер не понимает, чего он хочет, и это все долго и мучительно, и ты устаешь от этого процесса, соответственно. А здесь как бы так все быстро происходит, молниеносно. Плюс при этом у нас идет подробный разбор, так как он драматический. Режиссер, он читает текст на русском, кто там не знает итальянский язык, это очень полезно. И как-то все раз-два, и, в общем-то, у него, конечно, потрясающая энергетика, он такой веселый человек, и команда у него такая очень теплая. И мне кажется, что будет очень достойный и красивый спектакль. Я, в общем, счастлива, что я познакомилась с ним. На репетициях очень хорошая атмосфера, то, что я видела. И мне нравится, что, хотя он, мне кажется, прекрасно знает, чего он хочет добиться, но он дает артистам свободу привносить и свое, что-то и тоже размышлять, и свою физику, и свои идеи. Ну вот я вам скажу, что с опытными артистами ему, конечно, легче работать, нежели с такими начинающими, потому что все-таки он хочет посмотреть изнутри, что я могу сказать. И поэтому вот мы сейчас репетируем со Славой Сулимским наши какие-то совместные дуэтики. У нас иногда даже до раз, так что-то оставляем. Ты ценишь красоту, ты любишь красоту. Я знаю, что бывали даже спектакли, где ты наставила, чтобы костюмы как-то менялись для тебя. Что тебе важно в сценическом костюме? Ну, разные были костюмы, конечно. Не всегда я там красотка, да? Были там, была постановка русалки. Я как раз хотела сказать, а что, с другой стороны, в русалке ты очень даже смело на сцене готова была выполнять любые задачи. Да, потому что мне интересно, мне интересно себя проявлять как актриса сегодня уже, потому что голосом я уже, ну, владею, как бы, да? И мне интересно посмотреть на себя с какой-то другой стороны. Не всегда же играть там красивых женщин. Вот. Но если это классическая постановка какая-то, то максимально хочется... Я такая придирчивая, да, вот, чтобы тут не поволнилась, здесь чтобы... А как я смотрюсь в профиль и спиной, со всех ракурсов. Но сейчас вот как раз мы костюмы делаем на Адриэну Ликурер, свитой северюковой. Северюковой тоже потрясающая женщина, мне кажется, она такая очень креативная. И тоже где-то там у нее было по эскизу закрытый рукав, она открываем. У нее, конечно, очень бывают интересные, красивые костюмы тоже. Мне тоже очень потрясающе. С Тоской у нас была такая история со Стефаном Пода, когда был абсолютно другой эскиз на у него закрытое платье по горло. И я сказала, не, я такую не одену. Вы же понимаете, что это меня будет уродовать? Он сказал, что да. Но я вас просто не видел. Все, мы шьем другое платье. Это очень приятно. У тебя очень красивые концертные платья, их даже невозможно забыть. И когда смотришь какие-то другие твои интервью, часто тебе даже задают вопросы, и люди помнят твои наряды, они остаются в голове. У тебя есть какой-то свой модельер. Ты вообще сама, может, придумываешь эскизы? Или ты покупаешь, не знаю, готовые ткани? Ну, были, нет, я покупала и готовые платья, и готовые платья, ну, таких известных брендов, как там Dolce & Gabbana, Valentina, много платьев. Но они так быстро запоминаются, что у меня уже нет места на эти платья дома. Но, к сожалению, это такая наша вот профессия. Сейчас есть люди, которые шьют мне платья. Там модельеры, которые видят, в общем, рисуют, показывают. Мы, значит, приходим к какому-то решению. Это креативно. Я тоже знаю, что ты говорила, что если бы ты не была певицей, то, может быть, ты была бы художником. Поэтому у тебя явно есть художественный взгляд. Вот рисуешь ли ты сейчас дома, когда, может быть, была пандемия или вообще в свободное отработание время? Сейчас рисую только, по-моему, для сына что-нибудь. Мама, нарисуй. Нет, уже нету просто времени нарисовать что-то. А так, когда вот пандемия была, вот тогда у меня вот был всплеск моих эмоций. Есть ли у тебя, может быть, любимые художники или меняются твои вкусы в живописи? Моне. Надо съездить в Живерни. Да, так, конечно, да. Но когда в поездках бывают в Париже, где-нибудь хочется иногда походить по музеям, посмотреть живопись. У Моне очень много, конечно, природы, пейзажей, кувшинок, света. Ты вообще любишь природу? Тебе важна природа? Если у тебя есть свободный день, ты отправишься куда-нибудь? Да, я люблю. Но я люблю, конечно, больше море, вот все такое, больше отдыха. Но природа тоже, особенно здесь у нас в Подмосковье, очень красиво. И просто времени нет отдыхать. Я даже не понимаю, когда я вообще отдыхаю. Вот вырвалась там какая-то неделька. Ну что это? Ничего не понял. Ты заговорила про своего сына. Скажи, сколько ему лет сейчас? Занимается ли он музыкой в музыкальной школе? Может быть, на фортепиано? Нет, к сожалению, или не к сожалению, не знаю. 11 лет ему, у него абсолютный слух. Он очень музыкальный, все время что-то поет, но при этом он очень угомонный. Если вот нет, как говорится, усидчивости, я считаю, что вот фортепиано – это не вариант просто заниматься. Или надо было сразу отдавать ему музыкальную школу. Нет, он обучается в образовательной школе, пока так. Но у него что-то такое больше, вот, мультики снимать что-нибудь. Может быть, 3D. Вот сейчас он занимается 3D-форматом и так далее, компьютеры. Вот сейчас такое время. Я знаю, что вроде бы ты сама ведешь свои соцсети. Или ты уже кому-то это отдала на отпуск. В сегодняшнем мире как будто бы невозможно жить, не присутствуя в соцсетях. Хотя я не знаю, нравится ли тебе это самое дело, если ты потому что тебе это самой хочется, или потому что так нужно. Поскольку все-таки ты такая известная певица, что нужно какое-то присутствие в интернете. Пока сама. Но там только все связано с моим творчеством. Я не особо люблю выставлять свою личную жизнь и так далее. Поэтому это такая просто необходимая вещь, как бы, сегодняшние дни. Вот, в принципе, и все пока. В твоей судьбе тоже много связано с именем Марии Калас. Твоя победа на конкурсе. И ты часто бываешь, мне кажется, как почетный гость на конкурсе Мария Калас. И тебя даже внешне сравнивают с Марией Калас. Как ты сама относишься к ней как к певице и к личности? И она была такой вот, наверное, Примадонной, которой сегодня даже трудно быть, потому что наше общество уже как-то меняется. Как тебе кажется, какие такие самые замечательные в ней качества, которые тебя восхищают? Ну, это была женщина абсолютно, наверное, не похожая на всех других. Почему она и стала Марии Калас? Это харизматичность. Она была потрясающая актриса. Она была с какой-то определенной болью своей судьбы, что отражалось на ее творчестве. Скандалы, шум вокруг нее, который тоже был связан с Анасисом. И, конечно же, потрясающий голос, там, 4 октавы. Она пела репертуар, там, Виолетта, Лючия, Кармен. Сегодня, наверное, такое делать нельзя с голосом. Сейчас интенданты как-то больше пристраиваются к репертуару. Что вот если певица поет уже Виолетту, она не может спеть, там, допустим, Тоску. Хотя я это делаю. Ну, я не Мария Каласа, совсем нет. Вот, но... Мария Каласа, это Мария Каласа. Мне, конечно, лестно, что меня с ней сравнивают, но... Я считаю, что певица должна запомниться чем-то своим в истории классического мира. Своим тембром, своей интерпретацией. Вот сегодня, допустим, мне там уже написали где-то, что вот она, интерпретация, даже в Европе где-то написали, что интерпретация Аиды. И для меня так это было уже удивительно. Ну, раз так уже сказали, значит, как-то вот я отличаюсь. Здесь, наверное, надо сказать, что у тебя есть свой фестиваль. И в этом году в Москве ты исполнила партию Аиды, которая имела очень большой успех. В Берлине я еще исполняла. И в Берлине тоже, да. Скажи, пожалуйста, как родилась идея этого фестиваля? Почему ты решила, что тебе нужно организовать свой фестиваль? Как он существует? И за сколько ты его планируешь? Я решила, как бы, не одна, конечно, у меня команда, которая мне посоветовала, что мы можем уже начать эту историю с фестивалем. Но не прежде, наверное, для того, чтобы показать где-то себя. Потому что на своем фестивале как раз-таки максимум где-то, может быть, два мероприятия, где я участвую. Остальное все это я отдаю площадке для молодых артистов. И показываю молодых начинающих певцов или тех, которые там заняли какие-то там премии на каких-то конкурсах, да, известных, чтобы им дать дорогу. Плюс одна из самых главных таких наших тем в нашем фестивале – это исполнение концертной оперы, редко идущей, допустим. Впервые там я показала у себя на фестивале «Ласточку» Ля Рондены. Сейчас была Аида, да, Аида идет, но не во всех театрах. Вот. Дирижеров приглашаем очень таких известных. Ну, просто вот пандемия, определенные обстоятельства не позволили в этом году. А так вот там Даниле Орен, Моранди был у меня на фестивале. Фестиваль как-то ограничен во времени? Сколько он идет? Он идет осенью и как-то протяженно? Нет, мы в основном подстраиваемся под какие-то графики артистов и мой там график совмещаем. Но это где-то бывает в месяц-два, там, допустим, октябрь-ноябрь. Иногда вот сейчас будет декабрь захватиться, еще начало декабря. Сейчас мы провели Аиду, был сольный мой концерт «Рахманинов» и «Чайковские романсы», 20 романсов я исполняла. Тут, наверное, тоже надо сказать, что ты ведь еще и как камерная певица заканчивала, поэтому у тебя действительно такой разнообразный репертуар. Да, я очень люблю жанр камерной музыки, но это такой интимный жанр, и он заставляет певицу прожить в трех минутах каждого романса разную жизнь. Это очень сложно. Петь романсы – это сложнее, чем спеть оперу. Ты концерты тоже готовишь с Любовью Анатолией? Да. И вот их как раз-таки мы подготавливаем более тщательно, проговариваем, о чем этот романс, а что может там заложить композитор под смысл какой-то, чтобы найти какие-то свои краски, чтобы как-то, наверное, какую-то индивидуальность выработать. Вот. А про молодых как раз вот у меня на фестивале будет сейчас петь Константин Федотов, это бас, точнее, у него уже был сольный концерт, извиняюсь, Соколова Александра, тоже солистка геликон-оперы, колоратурная сопрано, и Зинаида Царенко на гран-при конкурса Чайковского, у нее будет концерт. А как ты вот молодежь находишь? Ты сама следишь за ними, следишь за победами на конкурсах, или у тебя есть команда, которая тебе подсказывает, ты потом слушаешь и решаешь, кого вызывать? Я слежу. Я слежу, я в принципе в курсе дела, да. Я люблю ходить даже на концерты, послушать, если какое-то новое имя. Мне это очень нравится, мне кажется, это замечательно, что ты в этом плане даже продолжаешь традицию больших певцов, которые всегда находили интересным поддерживать молодые таланты и давать им возможность выступить. И в этом году, мне кажется, какие-то твои концерты тоже в Баку пройдут. Да, с Бигзотом Давроновым концерт будет у нас в Баку, и вовсе там уже и меня тоже ждут, говорят, уже почти все билеты купили. Вы с Бигзотом встретились в Большом театре? Да, ну мы же здесь уже вместе работаем, все. Ну просто у нас был еще концерт в Казани с маэстро Сладковским, потом был в Москве, в зале Чайковского, и концерт прошел на ура. И как бы моя была инициатива спеть именно с ним здесь, в Москве и в Казани, потому что были предложены абсолютно другие певцы. Я сказала, а вот я хочу с молодым тенором. По-моему, получился какой-то замечательный симбиоз, слияние ваших голосов. В таком случае, читая прессу, было понятно, что в Москве ваше выступление очень всем запомнилось. Да, и вот мы сейчас полетим в Баку в декабре у нас, там 1 декабря. Мы посвятим этот концерт Марии Калас, потому что это как раз даты 100-летия Каласа. Ты выступала и выступаешь в самых разных городах и странах, помимо Москвы и Большого, какие твои площадки любимые? Ну везде есть благословение Божие, как говорится. Потому что как-то мне говорят, вот, а почему вот Метрополитен? Ну я говорю, что, ну значит, мое место сейчас здесь. А я всегда, когда выхожу на сцену, я как бы не задумываюсь о том, на какой я сейчас сцене нахожусь. Потому что я отключаюсь и я погружаюсь в эту музыку и в этот мир музыки. И этот зритель, который меня слушает, он пришел меня услышать. Вот, например, в Красноярске был концерт, посвященный Ростовскому и на фестивале. Это был мой сольный концерт, завершала фестивальный блок. И, ну вот, Красноярск вроде, да. Там так принимала публика тепло. Все плакали, я плакала. Ты же вспоминала, наверное, все концерты, которые вы сделали. Я и пела песни, я пела песни, которые пел Дима. Как молодые мы были, мужская песня, и пела я. Тут можно посоветовать всем, у кого есть доступ в интернет, послушать, как ты это делаешь. Спасибо. Потому что действительно очень проникновенно получилось. Но я имею в виду, что ведь, когда ты приезжаешь, скажем, в Париж, да, вот есть парижская опера, и даже сложная, может быть, работа, Боб Уилсон. Но есть еще сам город Париж, скажем, у тебя хватает времени гулять? Тебе нравятся какие-то другие города? Ну, я люблю Париж, вот как-то у меня с ним не совсем сложилось. Вот как-то его любят, а я не очень. Я больше люблю Италию, я больше люблю Испанию. Я вот, допустим, работала в Театре Овьеду. Потрясающе маленький город. Я вообще люблю такие маленькие, какие кукольные города. Да, вот даже, допустим, менее Берлин, больше Дрезден. И там как-то мне комфортнее. Но особенно, конечно, это юг. То есть вот если это Италия, то тут это все хорошо. Италия ложится на сердце. Был год Рахманинова, ты пела тоже Валека. И сейчас вышел фильм про Рахманинова, где ты говоришь о нем хорошие слова. У тебя есть самые любимые композиторы? Рахманинов? Любимый композитор. Чайковский, конечно, потрясающий гений. Но вот когда... Мне кажется, что для моего голоса больше как-то подходит Рахманинов. Хотя вот моя концертмессера говорит, ну, я не знаю, я не соглашусь. Вот. Не знаю, более романтичный, наверное, композитор. Ну, и Верди, наверное, нет. Они, конечно, не могут за тебя отвечать. Верди, Пучини. Ну, сейчас Чили мой любимый композитор. Я всех люблю. Ну, какие новые партии тебе хотелось бы еще сделать? После вот этой Рены будет Моно Леско, Пучини. Ну, это будет в Италии, Турин, открытие сезона. Ну, вот это вот новая партия, которую я буду делать. У меня так много новых партий. Но какие бы еще я хотела сделать? Что я столько спела, сейчас я не вспомню. Силой судьбы я спела. У меня, кстати, вышел диск с Бачелли. Это где вы записывали? Это мы записывали в Италии. Может быть, я когда-нибудь спою «Кармен». Но это на перспективу. Сейчас, когда у тебя есть время, любишь ли ты ходить тоже в театры, в драматические театры? К сожалению, в драматических театрах я бываю редко. Несмотря на то, что, в общем-то, живу в Москве много лет. Я не знаю, почему. Но вот мне кажется, надо это как-то поправить. И, может быть, мой последний вопрос. Вот оглядывая сейчас на тот большой путь и твою большую карьеру, есть ли какие-то части твоего пути, о которых, может быть, ты жалеешь? Что, может быть, надо было сделать не так, оказаться не там? Не знаю. Думаю, что, наверное, так сложилось, как сложилось. Наверное, не сожалею. Вообще, себя в основном интуиция ведет по жизни. У тебя какой-то был там твердый план. Скажу, вот до такого-то возраста надо родить непременно. Вот до такого-то возраста надо спеть. Интуиция. Она иногда меня мучает. Интуиция, да. И самый последний вопрос тоже. Я слышала у Кауса, где она говорит, что да, иногда она включает, так сказать, Примадонну и, может быть, устраивает какие-то скандалы и так далее, но потому что иначе не добиться от людей результата. Правильно. Приходилось ли тебе так иногда поступать? Приходилось. И помогало ли это? Ну, в общем, были такие ситуации даже в театрах, когда я уже просто там недавно тоже, вот я летала, пела Трубадур в Италии. Небольшой театр, но это театр Эмилии Марио Дельмонако. И просто расскажу эпизод, когда это была постановка Трубадур, и я как бы просто приехала за два дня до премьеры. Так я с ними договорилась, искала репетировать, я не буду, потому что, ну, как бы, там, понятна вся история, там нет таких мизансцен каких-то сложных. И меня привели на гримы, и мне что-то там пытались эти гримеры делать. Они делали, делали, я сидела, терпела, терпела, потом сказала, что я не буду это носить. Я вышвырнула эти шпильки, в общем, все эти, полетела, все в клочья. И сказала, все сама, все сама. И пошла к себе в гримерку и села. И думаю, так, все, сейчас меня, наверное, со спектакля снимут, потому что, ну, я тут, ну, как так, так, пришла, устроила шум. Вдруг тук-тук-тук приходит, значит, гример со шпильками, с этими невидимками. Мы сейчас все сделаем, как вы хотите. Ну, бывали и такие, другие случаи были. Но это просто, знаете, это даже не потому, что я включаю какую-то диву или примадонну, нет. Просто это свойство моего характера. Я вообще, ну, достаточно терпеливый человек, да, но вот если у меня накопится какой-то момент, все, потом я уже не контролирую с собой. Такое бывает. Ну и скажи, что тебе больше всего доставляет удовольствие? Момент, когда ты поешь, когда ты обо всем забываешь, когда ты выходишь на сцену, или когда уже идут аплодисменты, цветы, восторги? Или просто даже, когда ты дома с семьей? Когда прихожу домой к ребенку, потому что даже поклоны и принимание цветов и аплодисментов, это все еще театр, это все еще, ты живешь этой жизнью, ты не можешь все равно максимально расслабиться. Я не говорю, что я играю эту роль, но я все равно другая там на сцене. Еще, а уже дома, все, ты уже сняла обувь и все. Ну, мне кажется, в твоей жизни все это сочетается очень гармонично. Хочу, чтобы было тебе всегда интересно на сцене и приятно дома. Спасибо. Спасибо большое.